Как определить несерьезного мужчину? Как определить мужчину, который точно не настроен на серьезные отношения с вами, как с девушкой или женщиной? И вы просто тупо занимаетесь сексом. Ну, перед этим, может быть, еще кушаете пиццу, пьете вино. Обещай женщине то, что она мечтает, и тогда ты получишь от нее то, что ты хочешь. Очень много разговоров, очень много обещаний, очень много бла-бла-бла-бла, а действий нет. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я дипломированный психолог, магистр психологии. И прежде чем мы перейдем к этому видео, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и обязательно смотрите это видео до конца. Как определить несерьезного мужчину? И сразу же начнем с немножко странного пункта. Первый пункт это, когда мужчина на первом свидании, либо на первых встречах, либо же при переписке, он ведет, инициирует разговоры про семью, детей, про то, как он нагулялся, что ему не интересен разовый секс. Его не спрашивают, а он сам об этом разговаривает. Я не говорю сейчас про всех мужчин, но большинство мужчин, которые себя ведут так на первых этапах, это лишь с целью, чтобы пустить женщине или девушке пыль в глаза. К сожалению, есть большинство мужчин, которые хотят от женщины просто секса, лишь какой-то кратковременной близости, либо хотят ее в роли любовницы. У них есть такая идея, у них есть такое представление, что обещай женщине то, что она мечтает, и тогда ты получишь от нее то, что ты хочешь. Я понимаю, что есть женщины, для которых это понятно и очевидно, и они заранее это понимают, но большинство женщин этого не понимают, поэтому я включил это в первый пункт, как определить несерьезного мужчину. Следующий пункт, это когда, обратная история, это когда мужчина на первых этапах, либо только при переписке, либо уже там на первом свидании, заводит разговоры про секс, или слишком много пошлых шуток, или все темы сводятся к сексу, или он там просит какие-то интимные фотографии, да, либо спрашивает про позы, про количество сексуальных партнеров. И услышьте меня, пожалуйста, это не значит, что мужчина плохой, либо же недостойный, либо козел, либо если он думал, так хочет, значит он подумал, что я какая-то плохая или какая-то недостойная. Нет, это значит лишь одно, что он в этом заинтересован, он этого очень хочет, это его выбор, да, это его желание, но тут себя вы как женщину спрашиваете, устраивает вас такой расклад или нет. Но зачастую это вряд ли тот мужчина, который видит вас женщину для долгосрочных, серьезных отношений. Следующий странный пункт, я объясню сейчас странность, это когда мужчина прямым текстом говорит, я не хочу отношений, я не хочу семью, да, я не хочу детей, я не хочу ничего серьезного. Вы, наверное, сейчас удивляетесь, в смысле, а это что не очевидно, что тут странного, да, с таким мужчиной тогда не нужно связываться. Есть категория женщин, которые этот текст воспринимают как вызов. Есть категория женщин, которые думают, что мужчина шутит, но если он так прямо говорит, уверенно, да, значит может он шутит, может быть он просто, знаете, просто у него были недостойные девушки рядом. Просто у него рядом не было вдохновительницы такой, как я. А я вот же смотрю видео на ютубе, и я знаю, как быть более мудрой женщиной, и я его сейчас завоюю, я его сейчас убедю, что я не такая, как другие, и со мной он захочет серьезных отношений. Так вот, если мужчина прямым текстом говорит, что он не хочет серьезных отношений, значит зачастую это ровно это и значит. Конечно же, рано или поздно он вступит в отношения, он встретит какую-то там женщину, которой он говорить это не будет. Но это не повод вам завоевывать этого мужчину, либо заслуживать его любовь, либо избавлять его от травм, которые он испытывает из-за прошлых женщин. Следующий признак, который говорит о несерьезности мужчины по отношению к вам, это отсутствие действий. Очень много разговоров, очень много обещаний, очень много бла-бла-бла-бла, а действий нет. Поймите, пожалуйста, что неважно мужчина богатый или бедный, либо средний, если ему нравится женщина, если он хочет быть с ней, он предпринимает действия. Ему хочется видеть эту женщину счастливой, ему хочется ее радовать. Даже если он бедный, ну, можно радовать женщину уделением ей внимания, да. Ну, есть разные способы, как можно даже бедному мужчине доставить женщине классные эмоции, и он к этому стремится. Вот, а мужчины, которые просто болтают, просто разговаривают, и обычно, знаете, это так выглядит, что, ну, женщина оправдывает его, говорит, нет, ну, у него сейчас обстоятельства. Я говорю, окей, да когда, что там, когда, он там ремонт в квартире доделает, например, своей, да, из-за чего они там особо не видятся или не живут вместе. Она говорит, ну, где-то там через годик, через два час ипотеку выплатит. Вот сроки, которые нереалистичные, какие-то год, два, еще больше, да даже больше, чем полгода, обычно это болтовня и бла-бла-бла. Это попытка замылить женщине глаза. И поэтому, еще раз повторю, что мужчина, если вы нравитесь мужчине как женщина для отношений, он действует, он предпринимает попытки. Безусловно, я сейчас не беру в расчет, когда женщина сама ставит палки в колеса, когда сама женщина убегает от мужчины, отвергает мужчину, отказывает мужчине. Посылает мужчину. Тогда мужчина с нормальной самооценкой, ну, он не будет бесконечно бежать за этой женщиной. И это не значит, что если он перестал бежать за убегающей женщиной, это не значит, что он несерьезный. Следующий признак, это когда мужчина редко появляется, либо появляется в вашей жизни только по каким-то дням. И это очевидно редко. Ну, редко это раз в неделю, это редко. Два раза в неделю, это тоже редко. Если мы говорим про мужчину, который видит вас, женщину, для отношений. Один-два раза в неделю это редко. Либо в какое-то специфическое время, не знаю, там в полночь. Либо, опять же, это может быть мужчина женат. Либо он действительно много работает. Да, такое может быть. Но поймите, пожалуйста, если мужчина много работает, при этом ему может нравиться женщина. И он все равно будет стремиться к ней, с ней больше проводить времени. С другой стороны, он тоже может быть много работать, но при этом не видеть в этой женщине, женщину для серьезных отношений. Поэтому убедитесь, что вы в этом плане не в иллюзии. Ну, и следующий признак, это когда мужчина появляется только с какой-то определенной целью. Например, секс. И вы просто тупо занимаетесь сексом. Ну, перед этим, может быть, еще кушаете пиццу, пьете вино. Ну, какой-то один и тот же ритуал. Зачастую это связано с сексом. Еще один вариант, это когда мужчина появляется к вам только когда ему, например, плохо. Или только когда у него депрессия. Или только когда ему нужно с кем-то поболтать. Или кому-то выговориться. Или когда ему нужно, чтобы его кто-то пожалел. То есть он появляется только с одной какой-то целью. Опять же, мужчина, который видит вас, женщину для отношений. Мужчина, который серьезно настроен по отношению к вам. У него не одна цель. Да, он, скажем так, наслаждается женщиной многосторонне. А не только в каком-то одном амплуа. Хочу еще важный пункт добавить. Смотрите. Я считаю, что серьезные отношения хотят все мужчины. Все мужчины хотят семью, отношений, любить и быть любимым. Да, есть мужчины травмированные. Да, которые, скажем так, прямо говорят. Я не хочу отношений. Или женщина это плохо. Ну, явно травмированные. Но часто, когда мужчина ваш адрес прямо говорит или как-то косвенно, что он не готов к отношений с вами, зачастую это переводится вот так, что не в смысле я не хочу отношений, а в смысле да, я хочу отношений, но в тебе я не вижу женщину для отношений. И с тобой, именно с тобой отношений я не хочу. Если я не хочу отношений с тобой, это не значит, что я в принципе не хочу отношений. Это как женщина. Если она с каким-то мужчиной не хочет секса, это же не значит, что она в принципе не хочет и не любит секс. Поэтому это я проговорил для того, чтобы вы более адекватно смотрели и не воспринимали, что если мужчина говорит вам не хочу отношений, значит он в принципе их не хочет. Если вам подробнее важно разобраться, а как же сделать так, чтобы мужчина хотел отношений? А как же делать так, чтобы больше мужчин видели вас, женщину для отношений? А как сделать так, чтобы не в смысле это была какая-то толпа мужиков, а чтобы это были достойные высокоуровневые мужчины? Я сейчас не говорю про олигархов или список Forbes. Я сейчас говорю в принципе про мужчин, которые стремятся к развитию, которые адекватны, которые развиваются, которые не ноют, не жалуются, не обвиняют президента, депутатов или других женщин в своих проблемах. Если вы хотите разобраться, как привлекать достойных мужчин, или же как перезагрузить непонятные, странные, токсичные, созависимые, может быть тиранические отношения, тогда прямо сейчас под этим видео кликайте по ссылке и записывайтесь на бесплатные вебинары «Мужчина. Честная инструкция по применению», где на протяжении нескольких вечеров я эти темы разбираю максимально подробно. Если это видео было для вас ценным и полезным, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и пишите в комментариях, как вам это видео, и возможно напишите, на какие темы вы хотели бы услышать, увидеть новое видео на моем канале. Спасибо и до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok